Те новости, которые вы можете видеть по телевидению или прочитать в газетах, на интернет-сайтах, в общем-то не требуют особых комментариев, повторяется все одно и то же. Конечно, и я буду повторять, готовлю передачу по состоянию ныне действующей власти, которая сама себя высекла многократно, борясь с коррупцией, организуя коррупцию, и существует она только благодаря коррупции. Можно видеть распад экономической системы, закрытие предприятий, массовую безработицу, завышение тарифов на ЖКХ, которым пытаются наполнить бюджет, чтобы потом этот бюджет снова раздать так называемым социально незащищенным. То есть все превращается в полный абсурд. То, что касается текущих новостей по телевидению, это просто пропаганда и ложь, скрытие самых сложных и самых острых процессов, которые идут, это процессы разложения, которые заводят страну не просто в тупик, а в состоянии краха, и к этому краху мы подходим. Некоторые задаются вопросом, а что вы там суетитесь, там какой-то проект народной лидеры, участие в выборах, все это же чепуха, потому что режим прочен. Конечно, на завтра нас могут всех арестовать, как и арестовывают, как и заводят уголовные дела, что называется, по беспределу. Есть там какие-то конституционные нормы, законы, наплевать, уже вся система разложилась, действительно могут отдать приказ, и всех, кого захотят, арестуют на завтра. Но это говорит о слабости, а не о силе режима, о том, что этот режим не может жить по закону, и все мы должны об этом знать. Этот режим, путинский режим, сдохнет именно потому, что он не способен жить по закону. И там никто в этом режиме не живет по закону, ну потому что это невозможно. Назначают губернатором, ты не можешь действовать по закону, поэтому рано или поздно к тебе приходят люди в фуражках, изымают у тебя незаконно нажитое, а все, что у тебя есть, это и есть незаконно нажитое, и возбуждают уголовные дела по коррупции, по превышению должностных полномочий и так далее. Все, без исключения чиновники, ходят под статьями, которые уже есть в уголовном кодексе. Они все уголовные преступники, снизу доверху, и как бы ни был человек исходно честен, если его назначают на какую-то государственную или муниципальную должность, он превращается в преступника, потому что вся система преступна, и каждого из тех, кто эту систему обслуживает, превращает в преступника. Поэтому мы считаем, что система уже умирает, по-другому она жить не может. Современное общество в таких условиях существовать не может, современная экономика не может существовать. И я вот как-то еще сделаю передачу, в которую включу информацию о том, что Россия с точки зрения трудовых ресурсов действительно превращается в какую-то африканскую республику. Соответствующие исследования проведены. Современной экономики в Российской Федерации быть не может. Именно потому, что политический режим является препятствием для этого. И не может быть никакой свободной экономики, то есть то, что считается рыночной экономикой, неправильно называют, не может быть свободного предпринимательства, не может быть свободного работника, потому что каждый работник в такой системе превращается в раба. Если ему нравится быть рабом, ну и ради бога, в любом обществе всегда есть такие ячейки, в которых раб сможет свое рабское существование продолжить. Но подавляющее большинство все-таки не хочет быть рабами. Соответственно, вот эта рабская структура, которая создана Путиным, затеяна, естественно, Ельциным, в те времена смуты, а вот из этой смуты вышло рабовладение. Это даже не средневековье. Чистое рабовладение, ну просто на другом техническом уровне. Кто не хочет быть рабом, тот должен сказать, «Мне этот порядок непригоден для моей жизни». И таким образом, хотя бы своим мнением, надавить на этот режим, чтобы он наконец рухнул. Но если он рухнет, то кто-то должен его подхватить, потому что не может быть вакуума власти. В вакууме власти появляются большевики, которые организуют красный террор, гражданскую войну, массовое истребление граждан, массовые репрессии, и еще навешивают в головы людей всякий идеологический бред. Если мы не хотим этого допустить, мы должны создать альтернативную систему власти. Поэтому национал-патриоты, русские националисты затеяли проект «Народные лидеры». Народные лидеры должны появиться как члены будущего народного правительства, и на местах должны возникнуть народные администрации, которые сейчас являются просто гражданской инициативой, все это является гражданской инициативой, политической активностью. Но в случае падения режима, а это неизбежно, самозванцы разбегутся в разные стороны, мы это точно знаем, мы должны не дать криминалу захватить власть вот этим необольшевикам, а их готовят точно так же, как готовили на Украине, и успешно провели эту операцию. Недовольство граждан воплотили в реализацию террористического режима. Ну, наш режим, наш, конечно, не наш, он не наш режим, кремлевский режим тоже является террористическим, но этот терроризм еще не дошел до такой стадии, когда он очевиден и абсолютно понятен, как это видно на Украине. На Украине мы видим, что истязание страны, обогащение узкой кучки и абсолютное отсутствие даже каких-то признаков, формальных признаков суверенитета. В Российской Федерации еще пытаются имитировать суверенитет, там что-то возражают своим зарубежным хозяевам, но на самом деле наша страна тоже абсолютно несуверенная, абсолютно несуверенная. Здесь и собственность не принадлежит тем, кто ориентирован на развитие территории и на обеспечение условий жизни народа, и власть является полностью подконтрольной чуждым нам силам. Во всех обществах есть люди просто глупые, поэтому и всегда есть те, кто говорят, не, вот Путин, вот ему нужны дополнительные полномочия, потому что вокруг предательство. Вот если ему дать полномочий, так Путин первый предатель, он организатор этой системы, мы прекрасно знаем, кого он назначает, своих товарищей по горшку, начиная с самых младенческих, можно сказать, лет, со школьных привязанностей и до своих приятелей, которые служили в ЧК, вот в этой супербольшевистской организации, ну и собственно вот они, большевики уже у власти, многие из них. Но еще достаточно вывести из тени криминал, на него опереться, вот будет чистый большевизм. И частично криминал-то, ну Путин же опирался на бандитов, это хорошо известные вещи, он приятельствовал со всеми этими бандитами, некоторых потом, правда, в тюрьму посадил. Ну это тоже обычное дело в большевистской системе, уничтожать своих, чтобы чужие боялись. Вот этого нельзя допустить, то есть нельзя допустить ни развитие этого режима, в такой уже откровенно террористический, как на Украине, ни падение системы управления, хоть какой-то управляемости, так чтобы тоже до власти не дорвались просто бандиты. В общем, в начале 90-х мы это видели, то есть вот они полезли, те люди, которые отсидели в тюрьмах, стали вдруг очень богатыми, стали ходить там с охраной и диктовать свою волю, ну хотя бы на локальном уровне. Вот этого не должно быть. Вооруженная полиция должна быть подконтрольно гражданам. И в таком случае на местах бандитизм будет подавлен. Это одно из направлений нашей мысли, нашей деятельности в рамках проекта «Народные лидеры». Есть сложности в этом проекте, потому что люди глупы, недальновидны, необразованы, преследуют свои частные корыстные интересы. И я уже невооруженным взглядом вижу, вот в той компании, которая собирается за круглым столом, выступает, вот ради чего тот или иной человек выступил, почему он выступил. Такие зомполитские речи иногда произносятся. Это, конечно, может подорвать проект. Но вот так получается. По-разному бывает. Иногда умные люди собираются вместе, и от них исходит какая-то дурь. То есть они глупеют. А есть вариант обратный, который вот сейчас я вижу. Собираются люди со своими пороками, со своими грехами, со своими глупостями, и как-то почему-то у них начинает получаться нечто умное. Пытаются внести раздор в наши ряды. И пытаются именно те, кто стремится получить именно для себя какие-то корыстные выгоды. Поэтому на очередном заседании постоянно действующего совещания национально-патриотических сил зашел разговор о том, что надо как-то придержать некоторым свой язык. Ну, может быть, и мне надо придержать, хотя я достаточно корректно высказываюсь, и те проблемы, которые возникают при реализации проекта, я о них говорю, хотя и откровенно, но корректно. Кому-то не нравятся и корректные высказывания, и поэтому они используются еще для того, чтобы этот раздор усилить и довести его до момента, когда будет поставлен вопрос там, я или он, например, или там я или весь проект, или какая-то группа выскочит из проекта и скажет, они все дураки, они все ничтожества, а мы, вот мы, мы будем совсем по-другому действовать. Это вполне, вполне возможно. И на очередном заседании как раз вот такое было принято соглашение. Правда, интересно, это соглашение было принято. Можно было бы за это соглашение, его можно было бы обсудить и за него проголосовать, принять как обязывающее решение для всех участников проекта. Я думаю, что ошибочно. Вот, к сожалению, рабочая группа, которая собиралась отдельно, вот, раньше мы собирали рабочую группу ПДС плюс Русский национальный фронт, но тут ПДС почему-то, рабочая группа решила отдельно собраться и совершила две довольно грубые ошибки. Одна ошибка вот связана с тем, что это соглашение предложено было подписать как добровольное самообязывание, соглашение о моратории на публичную критику. Ну, моя публичная критика связана с тем, чтобы проект не развалился, и это критика предупреждения, поэтому она не относится к этому соглашению. Это соглашение связано в основном с тем, что публичная критика не должна, во-первых, проваливать проект, то есть, ну, можно проект просто растоптать и сказать то, что скажут Иуды, которые из него выйдут. А можно его стремиться укрепить. Вот я стремлюсь укрепить. И речь идет о личной критике. Я фамилии не называю, поэтому личной критикой не занимаюсь. Ну, вот с данного момента, с момента, как я подписал вот это соглашение о моратории, не все подписали. Как раз среди тех, кто хочет продолжать свою деструктивную деятельность, есть те, кто не подписали. Они хотят быть свободными. И прикидываются, что у них понятие о чести настолько высоко, что гораздо выше всех этих соглашений. Я в этом сильно сомневаюсь. Вот я прочитаю, чтобы все знали, какое соглашение подписали, ну, подавляющее большинство из тех, кто участвовал в последнем заседании команды народных лидеров и участников ПДС НПСР. Члены команды и участники ПДС НПСР лично воздерживаются от публичной критики во всех средствах информации, включая личные страницы в соцсетях, в адрес других членов команды народных лидеров и участников ПДС НПСР. Не вопрос, фамилии не называем, но определенную тревогу я вправе высказывать, несмотря на то, что этот пункт я подписал. Фамилии не называю. Ну, если это будет в интересах проекта, я фамилии назову. Члены команды, народных лидеров и участники ПДС НПСР не выносят на обсуждение СМИ и интернет-сообщества разногласия по идеологическим, политическим и историческим вопросам, нарушающим ранее достигнутое согласие. То есть, речь идет о том, что достигнуто согласие по проектам социально-экономического развития и государственного строительства. Но если к социально-экономическому развитию никаких вопросов нет, проект достаточно отработан и достаточно согласован, то по государственному строительству это пока такая еще заготовка. И в этой заготовке, слава богу, нет вот этих идеологических, исторических, политических штампов, которые нужно было бы критиковать и критиковать публично. Пока критиковать там нечего. Может быть, возникнут такие соглашения, где придется кому-то уступать. Ну что ж, значит, это будет форма согласия взаимных уступок, которые рождают то, что является общим проектом. И ради того, чтобы проект был общий, мы этот документ подписываем, несмотря на то, что отдельные пункты для нас являются, может быть, неприемлемыми. Но это как раз вот то, что часто разрушает такую единую деятельность. Из 10 пунктов я не согласен с одним, и поэтому я хлопаю дверью и выхожу. Нет, если я из 10 пунктов не согласен с тремя или с четырьмя, то я все-таки остаюсь в проекте ради того, чтобы остальные пункты реализовать. Ну, речь идет, естественно, о ситуации, когда вот эти пункты все-таки как-то не противоречат всем остальным, и все остальные могут быть реализованы, то есть не являются принципиальными. Ну, принципиально может быть объявлено все, что угодно. Поэтому вот хлопнуть дверью можно, если кому-то это хочется, то он это сделает. А нам нужно, конечно, ранее достигнутое согласие сохранять и не разменивать его по идеологическим, политическим и историческим вопросам, которые на самом деле чаще всего превращаются в дрязги. Если ко мне на мои страницы обращаются люди, которые говорят всякую ерунду по этим вопросам, я им и отвечаю, что это ерунда. Но это не связано с тем достигнутым согласием по документам в рамках проекта «Народные лидеры». Все спорные вопросы обсуждаются в рамках заседания команды народных лидеров и ПДС, НПСР. Понятно, все спорные вопросы обсуждаются, естественно, они должны обсуждаться. Если они будут обсуждаться, то и слава богу, вот хуже, если они не будут обсуждаться. Поэтому все спорные вопросы, конечно, надо будет выносить. Члены команды народных лидеров и участники ПДС, НПСР берут на себя обязательство не распространять конфиденциальную информацию о работе и обсуждении вопросов и решениях на заседании команды народных лидеров и совместных с ней заседаний ПДС, НПСР, кроме информации, принятой на заседании как общедоступной. Ну, здесь вот не очень, конечно, ясный пункт. Конфиденциальную информацию еще нужно определить, что вся информация является конфиденциальной. А как мы тогда вообще будем оповещать о своей деятельности? Или у нас только будут официальные бюллетени? Вот официальный бюллетень состоял, о совещании мы выдвинули кандидатов на рассмотрение на съезде, кто из них будет кандидатом в президенты Российской Федерации. И все. Ну, тогда люди скажут, что, ребята, вы там что-то за кулисами делаете, мы ничего не понимаем, почему вы так решаете, мы не знаем. Нет, конечно, надо информировать. И каждый в меру своих сил должен информировать о том, что происходит на вот такого рода заседании. Другое дело, когда есть конфиденциальная информация. Конфиденциальная информация в основном касается организационных вопросов. Организационных вопросов. И, может быть, каких-то тонких вопросов коалиционных соглашений, которые вот рано еще выносить, еще не договорились, то есть не до конца решенный вопрос. Когда вопрос решен окончательно, его, на мой взгляд, можно как угодно комментировать. И он не является заведомо конфиденциальным. Напротив, он является официальным. Вопрос решен, он выносится на общее обозрение и может комментироваться. Если он недорешен, если мы еще не приняли решение, в ту или иную сторону склониться, и то в некоторых случаях, я думаю, что надо обращаться к народу и говорить, а вот вы-то как думаете? Ну, например, мы выдвинули вот пять потенциальных кандидатов в президенты. Кто из них является наиболее достойным? Или в каком порядке вот они распределяются в сознании граждан? Мы вправе провести такое вот рейтинговое исследование. Только исследование. Оно может быть не принятого внимания или принятого внимания. Конечно, вправе. А конфиденциально является информация, например, о месте, времени, сбора команды. Когда команды или там совещания не являются открытыми. Когда нельзя любому зайти в зал, сесть хотя бы послушать. Нет, вот эта информация, но такая информация, к сожалению, была опубликована. Вот не было этого соглашения, она была опубликована. Или вопросы у каких-то тонких, еще не созревших договоренностей или организационных шагах. То, что, ну, как это бывает в творческой команде, в порядке бреда есть какие-то предложения. Они могут быть обсуждены, могут быть отвергнуты. Но, скажем, осуждение или обсуждение того, что появилось в такой узкой группе при обсуждении в порядке бреда, конечно, это должно быть конфиденциальной информацией. Все это вполне понятно. То, что сказано официально, например, ну, кто-то во всеуслышании что-то заявил на публичном мероприятии или в рамках открытого, незакрытого обсуждения, в котором нет содержательной части, связанной с данным проектом. Конечно, это может обсуждаться. Не вся наша жизнь посвящена только этому проекту. Вот в том числе исторические, политические, идеологические вопросы. Мы вообще не можем обсуждать? Конечно, можем. Конечно, можем. Но только в тех рамках, которые не наносят, напрямую не наносят ущерб проекту, в котором мы все участвуем. И, наконец, последний пункт, случай нарушения лицом, подписавшим данное соглашение, деятельность его в команде народных лидеров или ПДСНПСР автоматически приостанавливается до особого решения рабочей группы или представителей команды народных лидеров. В зависимости, к какой группе относится данное лицо. Ну, вот поскольку не все подписали это соглашение, то оно как-то несколько повисает в воздухе. Как-то получается, кто подписал, он себя под эту расстрельную статью подводит, а кто не подписал, нет, ну, какое-то неравенство в этом появляется. Но, скажем так, еще при подписании говорилось о том, что это добровольное самообязывание, добровольное, естественно, добровольное. Поэтому, вот этот пункт, он под вопросом, действительно ли он является действующим, если вот кто-то нарушит. Ну, уже, я думаю, кое-кто нарушается своими закулисными действиями, вот, их бы я обсудил, но пока, пока не стану в целях укрепления проекта. Я хотел бы сказать, что, ну, подписать, там, или сказать, можно все, что угодно, а потом развернуться, хлопнуть дверью и уйти. Проблема нашего проекта состоит в том, что очень малые силы его реализуют. Это буквально несколько человек, и беречь надо всех, в том числе и тех, кто ведет себя не очень хорошо, стараться использовать их в качестве части этого проекта. А вот, вот этот отрезанный ломоть обратно прирастет. И я думаю, что это является целью любой политической деятельности. Это одна из тонкостей прощать и извинять те извинимые недостатки, те извинимые огрехи, которые возникают и в проекте в целом, и у каких-то отдельных персонажей, которые, может быть, даже в конце концов станут враждебными. У меня есть пример с нашей партии, Великая Россия, с партией Родина, которая рассыпалась и, в общем-то, была уничтожена ее руководством. Ведь все может быть и таким образом, таким образом произойти. Некий симптом я заметил, с чем он связан, с тем, что выдвижение вот этой пятерки кандидатов для представления их съезду национально-патриотических сил возникла какая-то однобокость. Ну, представьте себе, что вот некое национально-патриотическое сообщество существует достаточно много, несколько лет проводит публичные акции, совещания, выдвигает концепции, там целая конституция написана была и обсуждалась, образ будущего обсуждался. То есть мы все это время вот жили в каком-то направлении своей мысли и деятельности. И вдруг появляются люди, которые в этом не участвовали, мы говорим, ну, а что, вот хорошие кандидаты в президенты, давайте мы их выдвинем. Вполне возможен такой вариант. То есть берем из своей среды мы не находим такого человека, берем человека со стороны. Но возникает вопрос, насколько близок этот человек к нашей среде, насколько он является действительно нашим проектом. Среди тех, кто выдвинут, два предпринимателя и один депутат Государственной Думы. Я спрашиваю, эти люди в наших делах каким-то образом присутствовали или нет? Ну вот, скажем, Юрий Юрьевич Болдырев, он присутствовал в ПДС и ПСР, может быть, не так активно, я его не видел на наших митингах, но он был на конференциях, выступал и он был в этой системе, поэтому выдвижение его кандидатуры не вызывает никаких сомнений. А вот остальные, это достаточно интересные люди, я посмотрел их биографии, но они, ну вот я сидел рядом с Баглаевым на одном из заседаний, вот единственное заседание, на котором он был, и он выступил с достаточно интересной речью, то есть, это успешный предприниматель, это толковый человек, это противник ныне действующего режима, но не как политик, который выступает на всех углах, это является его профессией, у него профессия другая, но он оппонент этому режиму, слава богу, может он быть кандидатом в президенты, ну, наверное может, но насколько близок он нам, я еще не знаю, или Павел Грудинин, который контактирует чаще с КПРФ, но в КПРФ не входит, и возглавляет там совхоз имени Владимира Ильича Ленина, но совхоз, это частное предприятие, и как я написал, если бы Ленин узнал, что его именем назовут частное предприятие, наверное, он бы повесился или застрелился, то есть, здесь можно пошутить на этот счет, но тем не менее, Павел Грудинин является частью, вплоть от плоти национально-патриотического движения, может быть, его взгляды близки, он очень толково выступает по своей профессиональной деятельности как предприниматель, как культурный человек, как специалист по сельскому хозяйству, то есть, он нам союзник, несомненный, несомненный союзник всем национал-патриотам, исходя из того, что вот он сказал. Но является ли он нам близким? Вот он первый раз тоже появился на заседании, там сказал несколько слов, симпатичный человек, интересный, насколько он для нас является, лидером, вот таким лидером, которого мы считаем способным возглавить государство и действовать в нашем духе. Я не знаю, прямо скажу, наверное, это любой из этих людей, и третий, это генерал Соболев, член КПРФ, профессиональный военный, он выступал у нас два раза, на съезде выступал, и я вижу, что это профессионал высокого уровня, и он прекрасно знает, что вся эта ложь, которая несется по телевидению, нам рассказывает о каких-то невероятных успехах в перевооружении армии, это все именно для того, чтобы забить нам мозги. Он знает реальную ситуацию, о ней очень четко, и правильно сказал. Несомненно, наш союзник может быть президентом, может. Вопрос только в том, насколько мировоззренческий он нам близок, насколько. Вот на этот вопрос я ответить не могу. Вот о Юрии Болдыреве я знаю хорошо, а тех троих, о которых я сказал, я знаю недостаточно. Может быть, они еще даже и лучше, чем Юрий Юрьевич Болдырев. Может быть. Ну, как-то пусть они выразятся, самореализуются хотя бы в речах, хотя слова стоят мало, и я вот держу у себя книжку «Программные документы политической партии Великой России». Это исходные документы 2007 года, от них мы уже давным-давно отказались, в 2011 году мы подготовили другие документы, и в 2012 году провели полную реорганизацию, все эти документы уже не действующие. Но с 2007 по 2011 год эти документы являлись действующими. И действующими в том числе и в моральном смысле, то есть, если ты сказал, то ты вроде как и действовать должен в рамках того, что сказал, даже подписал, а вот напечатано. Вот было сказано. В сложнейших условиях, когда власть пресекает свободно создающееся объединение граждан, когда политические репрессии стали повседневной нормой, когда партии ликвидируются одна за другой, мы должны создать новый инструмент для отстаивания истинно патриотических идеалов. В этот момент мы должны собрать все силы. У нас больше нет иллюзий, что мы прикроемся зонтиком очередной партии власти. У нас отпала необходимость поддерживать своих сторонников в других партиях. Поэтому я призываю всех, кто остался верен изначальным установкам партии Родина, покинуть иные партии и немедленно вступить в партию Великой России. Ваш опыт и ваша позиция необходимы для нашего общего дела. Наша Родина Великая Россия. Кто думаете сказал? Дмитрий Олегович Рогозин. Это его обращение, обращение Дмитрия Рогозина к членам партии Родина. Вступить в партию Великой России. Вступили? Нет, не вступили. Не вступили. Почему? Потому что на местах многие думали, чем бы тут поживиться? Чем поживиться от партии Родина. А если от партии Великой России поживиться нечем, то мы пойдем в какую-нибудь другую партию. В партию Справедливая Россия или в партию Единая Россия. Ну, как и сделали многие из тех, кто был в партии Родина, просто переселились в Единую Россию даже. И даже те, о ком подобное и даже подозревать было невозможно. Это депутаты, некоторые депутаты из фракции Родина, они пошли туда, а не в партию Великой России. Ни один депутат из партии Родина, кроме меня, не вступил в партию Великой России. Обращение было лидера, которого все признавали лидером, и ни один не вступил. Как же это могло произойти? Ну, соответственно, не вступили и многие из тех, кто ориентировался, видимо, на какие-то другие ценности. Они сочли, что Дмитрий Рогвозин больше не политический лидер. Вот, коль скоро его там потоптали, задоптали и в Кремле на него там особый счет к нему предъявили. Ну, соответственно, пойдем в другие партии. Тогда у нас из организаций, в которых было порядка 60 региональных отделений, осталось где-то отделений 15. И они и то просуществовали около года всего. И вот интересно, после того, как нам отказали в регистрации в 2007 году, ни один человек не явился на заседание суда, ни на одно заседание суда, где мы пытались оспорить решение Минюста. Ну, понятно, Дмитрий Рогвозин был за рубежом, может быть, он бы и пришел. Да и то вопрос, пришел бы? Наверное, нет, не пришел бы, потому что он был уже при госдолжности ходить там на какие-то суды политические. Ну, вот, здесь есть документ под названием «Основы идеологии русская доктрина». Русскую доктрину писали десятки политических деятелей и ученых. Доктрина такая толстенная книга, я, может, ее покажу как-нибудь, больше тысячи страниц, такой фундаментальный том, и на нем еще написано «Максим Калашников рекомендует» для издателей, чтобы это расходилось. Вот Максим Калашников раскручивался тогда, как очень популярный автор книг. Максим Калашников рекомендует, Максим Калашников на наших судах никогда не был. Инициатором, кроме Максима Калашникова, написания русской доктрины был Виталий Авериянов. Он выступал на нашем учредительном съезде, довольно долго выступал, представлял эту доктрину, свои соображения, люди даже устали от этого выступления, как я помню, сейчас, 10 лет назад было. Вот основа русской доктрины в кратком изложении, это где-то полтора десятка страниц я тут вижу, были приняты съездом как основа идеологии. Основа идеологии. И Виталий Авериянов тоже ни разу не появился больше нигде. Больше нигде в нашей партии никогда не появлялся. Ну, может быть, мы можем ему сказать спасибо, идеологические какие-то документы ты написал, но не захотел участвовать в работе партии. Но, на мой взгляд, как-то это не очень хорошо. Я бы так не поступал. Ты в ответе за тех, кого приручил. Если кто-то выражает тебе теплые чувства, и ты вроде бы враждебности никого к нему не испытываешь, то какое-то взаимодействие должно было происходить. Оно происходило в рамках моего присутствия приглашения на заседание круглые столы Института динамического консерватизма. Ну, да, бывал там, я бы, наверное, в десятки заседаний я поучаствовал. Но это, наверное, вот и все. К сожалению, не продолжилось наше сотрудничество. И в 2008 году люди, которые все это подписали, они на съезде присутствовали, тоже стали разбредаться, потому что они не видели для себя никакой выгоды. И к 2011 году у нас из тех, кто ранее был в партии Родина, региональное отделение, практически не осталось никого. Практически никого. И когда в 2012 году мы провели реорганизацию, те последние Родинцы, которые оставались, они почему-то продолжали ориентироваться на то, что вот Великая Россия и это проект Дмитрия Рогозина, они отскочили все. То есть все, что они подписали, их больше не интересовало, и никакое взаимодействие, никакое внутреннее товарищество их не интересовало. То же самое может произойти с проектом «Народные лидеры». Ну, во-первых, сейчас, понятно, на подъеме, сейчас у нас появились в качестве кандидатов в президенты два предпринимателя, один депутат Государственной Думы, известный общественный деятель, талантливый публицист, экономист и управленец, имеющий опыт в управлении, Юрий Болдырев. И пятым включили в состав вот этой лидирующей группы, из которой мы предлагаем выбрать кандидатов в президенты, Владимира Васильевича Ковачкова. Это было сделано по моему настоянию, и против меня там некие ораторы выступили, и я думаю, что может быть это как-то было неожиданно, поэтому выступления были не очень обоснованные, мягко говоря. И все-таки в конце концов решение было почти единогласным, почти единогласным, после каких-то вот колебаний Владимир Васильевич Ковачков находится в местах заключения, мы знаем об этом, но он не является просто заключенным, он является политическим заключенным, политическим заключенным номер один, это единственный, единственный политзаключенный, который продолжает политическую активность, ну, конечно, и благодаря активной деятельности его сторонников за пределами мест заключения, и за счет того, что многие люди готовы ему помогать, то есть распространять его информацию, о нем информацию, и правда среди них тоже появляются предатели, вот последний судебный процесс показал, что люди, которые находились рядом с Владимиром Васильевичем, с готовностью дали показания вот этому подлому следствию, и якобы эти свидетельские показания, которые они дали, это истина в последней инстанции, ну, так вот, так считают, так считают судьи, так считают следствие, хотя эти слова ничем не подтверждены, ну, чем-то вот сказал человек и все, как будто слова являются доказательством чего-то, доказывание может быть в словах, но вообще-то опираться надо на факты, научные факты, или факты, которые каким-то образом зафиксированы, задокументированы, ну, на все это наплевать, поэтому вот используют таких предателей, поэтому, естественно, там, где есть поддержка, там, есть и предатели, там, где есть соратники, из соратников, враги не предают, предают друзья, поэтому, вот, из друзей, конечно, появляются и предатели, я представляю себе, если бы не было Владимира Васильевича Ковачкова в этом списке, как бы тогда вообще отнеслись люди к выдвижению вот этих кандидатов, Болдырев и еще три человека, я думаю, с большим сомнением, тогда сказали бы, ну, да, тогда понятно, что, ну, вот, не хотят сейчас сходу выдвигать Болдырева, вот остальные трое, мы их вообще-то не знаем, кто это такие, ну, наверное, они хороши, потому что их поддержали, потому что, наверное, их и Болдырев поддерживает, ну, я лично вот так и отношусь, если Болдырев этих людей рекомендует, и мои очень скромные наблюдения за этими людьми, они говорят, что это достойные люди, достойные люди, и сейчас вроде как невыгодно одного кандидата выставлять, потому что, ну, по нему сразу откроют огонь из всех дерьмометов, которые только есть, и, естественно, закулисная подлая игра, тоже начнется, я думаю, что она уже, правда, началась, но еще просто об этом рано говорить, когда все это вылезет наружу, я тогда все это прокомментирую, откуда все это берется, я уже эти ростки заметил. Почему не говорю об этом? Ну, потому что рискую, тем самым, разрушить проекты, тем более, если я вижу, а другие не видят, и если я об этом скажу, то мне скажут, вот, ты подписал бумажку, вот, а получается, что ты являешься разрушителем проекта, нет, пусть тогда вот эти деструктивные силы сами себя проявят, когда они станут очевидными, тогда я о них и расскажу, откуда они взялись, и откуда берется этот замысел разрушения, может быть, одной из последних надежд, может быть, последнего проекта, который вообще может обеспечить суверенитет России, восстановить экономику, социальные системы и так далее. Последний проект, вот, вы, может быть, кто-то смотрит русские новости, не вполне это осознаете, но это как последний шанс при операции смертельно больного человека используется последний шанс, как вот его спасти, вот больше уже не будет, вот еще раз что-то там разрезать и сшивать будет невозможно. Вот этот последний шанс мы используем. Конечно, мы точно не знаем, последний ли это шанс, или может быть, еще какой-то шанс будет, но ощущение вот такое, то есть приступая к этому проекту, мы ощущаем, что это кажется, это последний шанс. Но некоторые люди, которые хотят что-то урвать для себя, они думают, о, какие-то ресурсы здесь вложат, а я приду и поживлюсь, или какую-нибудь должностишку получу, когда будем кидать организаторов, вот если у меня, вот лично у меня, и у тех, кого я уважаю, любой политический проект является пожизненным. То есть если я вступаю в него, то я из него ухожу, когда от проекта уже не осталось, вообще ничего. Ну вот с прохода Родина я сошел, можно сказать, последним, или одним из последних, то есть я дрался до конца, до последнего я пытался спасти Родину от позора, от уничтожения. Так же и в своей партии, я буду последним, кто ее покинет. Так же и в проекте «Народные лидеры» я буду идти до конца, пока этот проект существует. Пожизненный проект. А у многих корыстных людей, корыстных, поверьте, очень много, и соблазнов очень много, другой подход. Вот в ситуации, когда можно будет конвертировать участие в проекте в какую-нибудь должность или в какой-то доход, они быстро соскочат и сделают это. Ну для них, естественно, все это оформят, такой легендой, почему это произошло, почему вот надо еще оттопырив губу, сказать, что вы здесь все вообще ничтожество, поэтому я ухожу и хлопаю дверью. Вот это и будет моментом конвертации. И когда вы увидите таких людей, вы сможете вспомнить мои слова о том, что именно так поступают люди, для которых данный проект это просто повод поживиться. Поживиться. Может быть, они даже себе отчета в этом не отдают. Я предполагаю, что есть люди, они специально не отдают себе отчета, чтобы потом вот эту конвертацию провести, обменять солидарное действие людей, которые собрались и объявили, для чего они собрались, на какую-то частную выгоду. Она может быть совершенно пустяковой, но частная выгода-то она всегда ближе к телу, чем общий результат. Для многих это так. И сейчас в современном вот этой путинской эрефии это явление, в общем-то, почти повсеместное. Вот на этом я свой экскурс в будущее проекта «Народные лидеры» наверное прекращу и попрошу каждого, кто будет смотреть этот ролик, зайти на мои страницы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и проголосовать по вопросу о рейтинговании тех кандидатов, которых выдвинуло совещание, постоянно действующее совещание национально-патриотических сил. И давайте посмотрим, действительно, нет ли здесь какого-то абсурда. Вот мы выдвинули пять человек, есть Квачков, есть Болдырев, несомненные лидеры, и есть три остальные кандидата. Может быть, я ошибаюсь, может быть, они уже широко известны, но по крайней мере Павла Грудинина знают многие, многие. А генерал Соболева, вот он выступил у нас на совещании, этот ролик посмотрел, там 200 тысяч человек. Если эти 200 тысяч человек рассматривают вот его выступление как такой повод, чтобы поддерживать его как кандидата в президенты, они проголосуют. и будет очень интересно посмотреть на соотношение. Ну, естественно, если там проголосуют всего тысячи человек, неинтересно. А если 10 тысяч проголосуют, это уже будет какая-то определенная выборка, тем более, что голосовать в основном будут те, кто посмотрел этот ролик, кто заходит на мои страницы, кто заходит на сайт ПДС, НПСР или Русский национальный фронт. люди смогут выразить свое отношение к вот этим кандидатам, представленным, ну, может быть, кстати, некоторых представляют именно для того, чтобы люди посмотрели и могли возможность вычеркнуть, сказать, не, вот это, кажется, не подойдет. Это тоже такой прием хороший, дайте людям проявить свою активность. Когда какие-то бесспорные шаги предпринимаются и никто не может их поправить, то, ну, как бы, вот вы начальники, а я только принимаю уже готовую истину. Роль не очень хорошая, поэтому, ну, давайте общими усилиями рассмотрим этот вопрос. Как мы соотносим с президентским постом вот эти фамилии, которые будут вам представлены? Каждый вправе поискать там в Википедии или там еще где-нибудь на каких-то других ресурсах информацию об этих личностях. Это бесспорные личности, бесспорно достойные личности, но вы решите для себя, достойны ли эти личности быть представленными съезду национально-патриотических сил, как кандидаты в президенты. И рекомендуете ли вы этому съезду поддержать вот этого конкретного кандидата или всех сразу поддержать? Вот всех сразу не очень будет понятно, поэтому я еще подумаю, как стоит дать возможность проголосовать за всех или за одного. но давайте все-таки решим, пусть каждый может поддержать все пять кандидатур или одну кандидатуру поддержать. А если не может ни одну, то, наверное, видимо, это из другого лагеря, поэтому пункт против всех мы не будем вводить. То есть вот пять кандидатур вы можете проголосовать за любую или за всех или за нескольких. Народу народных лидеров, народным лидерам власть, России в целом русскую власть. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова